Здравствуйте! С вами Анна Бальет и программа «Открытый урок». В этом выпуске поговорим о новостях образования, интересных людях, творчестве, а также дадим ответы на различные вопросы. И по традиции в начале выпуска о ярких событиях в сфере образования. В Гребневе состоялось открытие детского сада. В районном культурном комплексе подвели итоги конкурса «Педагог года». Теперь обо всем поподробнее. Открытие нового детского сада стало настоящим праздником для жителей Гребнева. Здесь его ждали с нетерпением. И вот он, долгожданный момент. Этот сад сделан с особой любовью. Спасибо строителям, спасибо родителям, спасибо педагогам, спасибо всем, кто приехал сюда для того, чтобы принести радость детям. Мне хочется, чтобы в этом детском саду всегда было тепло, вкусно, уютно, и чтобы здесь всегда звучал детский свет. Просторные группы, удобные раздевалки, спальни, санузлы. Здесь есть все необходимое. Оборудованы современные спортивные и музыкальные залы, компьютерный класс. Планируется сенсорная комната. Особое же внимание в новом детском саду уделяется вопросу безопасности. Все в соответствии со стандартами и нормативами. В помещениях каждой групповой видеокамеры по территории у нас видеонаблюдение. Дальше у нас на игровых площадках нам застройщик и на спортивной сделала резиновое покрытие. Также у нас поручни предусмотрены для детей разного возраста, противоскользящие. Серьезный вопрос уделен пожарной безопасности. У нас на всех лестничных пролетах, которых у нас три, установлена система ФЭС. На сегодняшний день более 30 ребят уже пошли в детский сад. Рассчитан он на 4 группы, а это 80 метров. С каждым днем воспитанников здесь только прибавляется. Появился сад на улице Лучистая. Застройщик компания Грант выстроил его вместе с новым микрорайоном. Мы взяли на себя обязательно безвозмездно еще построить для жителей детский сад. Мы затратили порядка 140 миллионов на строительство этого детского сада. И его оборудование полностью подключено. Юные жители Гребнева и их родители ждали открытия садика с нетерпением. Ранее приходилось ездить в соседние города и поселки. Теперь же есть свой, оборудованный всем необходимым. Современный, безопасный и просторный. Назвать его решили Ибушкой. Хорошим педагогом может считать себя лишь тот, кто поистине и учитель, и наставник, кто растит подрастающим поколениям его лучшие качества. Ежегодный конкурс «Педагог года» раскрывает в преподавателях Щелковского района новые грани их талантов, дает возможность показать свои профессиональные умения выбранной профессии. Учителя школ, учреждений дополнительного образования, воспитателей детских садов. В этом году в конкурсе «Педагог года» участвуют более 40 конкурсантов. Все эти люди отдают себя целиком и полностью благородному делу. Учат молодое поколение. Традиционно конкурс проходит в четырех номинациях. Учитель года, воспитатель года, сердце отдают детям, где соревнуются педагоги дополнительного образования. А также педагогический дебют. Здесь свои знания и умения демонстрируют молодые преподаватели, чей стаж составляет не более трех лет. На протяжении многих месяцев вы очень напряжены в борьбе, работе, делали все возможное и невозможное, чтобы еще раз показать и доказать, на что же способен наш российский педагог. В этом году за звание «Быть лучшим» боролись рекордное количество участников конкурса 48 талантливых педагогов со всего района. Но прежде чем выйти в финал конкурсантов в течение полугода, пришлось преодолеть несколько этапов соревнования. Они проводили открытые уроки, участвовали в творческих заданиях. Огромное представительство практически всех учреждений района, всех сфер, точнее всех направлений. И что особенно отрадно, в этом году впервые у нас участвуют только от школ 16 учреждений. Для них открываются новые просторы, интересные занятия с детьми, открытые мероприятия. В номинации «Педагогический дебют» победу одержала Валентина Палагина, учитель начальных классов Монинской школы номер 3 имени Красовского. Воспитателем года стала Ирина Ячменева, воспитатель детского сада номер 47 «Бельчонок». В номинации «Сердце отдаю детям» лучшим был признан Александр Таран, педагог детского центра «Лесная сказка», руководитель объединения «Авиамастер». Ну а звание «Учителя года» досталось Светлане Исаевой, педагогу Монинской школы номер 1 имени Фалалеева, учителю английского языка. Немного неожиданно, но где-то, наверное, в подсознании хотелось, верилось. Участвовать было очень весело на самом деле. За это спасибо и жюри, потому что отнеслись очень к нам по-доброму, поддерживали, улыбались нам. Достаточно необычно, но нас это как педагогов подстегивало, заставляло повышать наш профессиональный уровень. На сцене было до слез. Неожиданно, приятно. Самооценка однозначно повышается. Это следующий уровень, следующая ступенька для педагога, для учителя. Пройти финал – уже маленькая победа. Труды конкурсантов не остались, не замечены. Их наградили подарками и призами от района администрации и спонсоров. Ну а первым в своих номинациях, а также призерам конкурса, вручили гранты главы Щелковского района. Также в ходе церемонии были вручены сертификаты депутата Мосуглудумы Владимира Шапкина, образовательным учреждениям, где работают выдающиеся преподаватели. В рубрике «Личность в образовании» расскажем сразу о двух талантливых педагогах. В этом году они представят район на областном конкурсе «Учитель года». Педагог – не просто профессия, это призвание. Не случайно учителей и воспитателей называют вторыми родителями. Они и тонкие психологи, и наставники, которые всегда готовы выслушать, поддержать, дать совет. Наталья Магда – учитель химии и биологии, заместитель директора лицея номер 14. Лариса Киселева – педагог детского сада номер 60 «Пчелка». Их объединяет любовь к выбранной профессии. И за дня в день педагоги вкладывают частичку своей души в развитие молодого поколения. Четыре с картошкой, четыре с капустой. Лариса Киселева – коренная жительница Щелкова. В начале ее профессионального пути выбор пал в пользу информационных технологий. Окончила вуз с красным дипломом. Но тем не менее Лариса поняла – информатика не то, что может стать делом ее жизни. Выйдя замуж, она решила целиком и полностью посвятить себя роли любящей жены и мамы. А вот желание стать педагогом пришло после рождения дочерей. Когда у меня дочка родилась, в мою жизнь вошли такие страшные слова, как речевой негативизм, дезортрия, минимальная мозговая дисфункция. Я понимала, что что-то надо делать. Как-то надо искать варианты, которые могут помочь в развитии моего ребенка. Начала читать очень много литературы, которая была в открытом доступе. И все педагоги говорили о том, что ребенок должен познавать мир через сенсорные системы. Я пошла получать второе образование и параллельно вышла на работу в детский сад, который открылся, новый детский сад, который находился рядом с моим домом. Первые месяцы я летала на крылышках, потому что я понимала, что это то, чего я так долго ждала. Как найти свою профессию, как найти себя в профессии? История Ларисы – это тот случай, когда сама профессия находит человека в воле судьбы. Как раз такой случай привел Ларису Киселеву к педагогической деятельности, которую она успешно ведет в детском саду «Пчелка» вот уже пять лет. Окончила с красным дипломом Московский государственный областной университет. Здесь обучалась на дефектологическом отделении. Сегодня она также ведет лекции для студентов в своем вузе. Лариса убеждена, что одной из самых сильных мотиваций для совершенствования профессиональных навыков педагога является участие в конкурсах. Так, в 2016 году таланты молодого воспитателя оценили на районном уровне. Результат говорит сам за себя первое место в конкурсе «Педагог года». Эта победа дала возможность раскрыть в себе потенциалы новые грани мастерства. Так, Ларисе Валерьяновне разработана программа по развитию речи детей дошкольного возраста средствами сенсорной интеграции. У нас очень многое зависит от памяти. Вот мои воспоминания из детства, они связаны с песочницей, с бутылочным стеклышком, под которые я прятала одуванчик. И вот я это так хорошо помню сейчас, спустя годы. И для меня это эмоциональный подъем. А при работе с детьми эмоционально-волевая сфера должна быть задействована максимально. Я решила, почему бы не использовать этот прием в своей методике в развитии речи. Нашла очень много информации о сенсорных коробках. Используя эти сенсорные коробки, у меня получился очень неплохой результат. Целый мир в одной маленькой коробке, которая открывается ребенку в новых красках. При работе задействуются все органы чувств, что благоприятно влияет на развитие речи. Причем многие элементы коробки созданы из-за студии детского сада. Предметы же соответствуют определенной теме. В начале знакомства с каждым из них. Его название, описание, затем следует игра. Последним этапом работы является рассказ на тему. Каждой из сенсорных коробок педагог предлагает пособие с описанием. Составление рассказа, с чем мы, к сожалению, не совсем справляемся даже в школе. А вот мои детки уже умеют составлять рассказы и даже озвучивать мультфильмы. Возможность работать с мультфильмами, изготавливать мультфильмы силами детей. Вот это, конечно, очень удивительно. Мне кажется, это новая технология, за которыми будущее. Все занятия Ларисы Киселевой увлекательны. Удивительно, как дети погружаются в этот процесс. Достижение намеченных целей помогает и первая профессия. Персональный сайт «Пчелки» признан лучшим в районе, в чем, несомненно, заслуга талантливого педагога. Кроме того, Лариса Киселева активно ведет волонтерскую деятельность, сотрудничая с благотворительным фондом «Рождественская звезда». В 2017 году ее проект был удостоен премии губернатора Московской области «Нашу Подмосковье». Лариса стала лауреатом второй степени. Не забывает и про здоровый образ жизни, как результат – золотой знак комплекса ГТО. Креативность, целеустремленность и работоспособность. Вот эти три качества, которые характеризуют ее в полном объеме. Примечательно то, что выпускники детского сада, встречая своего педагога уже в стенах школы, просто не могут пройти мимо. А это говорит о многом. Лариса Валерьяновна – моя любимая воспитательница. Она особенно занималась как педагог. Я ей очень благодарна за это. Я часто вспоминаю о ней и радуюсь каждой встрече с ней. В этом году Лариса готовится представить район уже на областном уровне, как и призер районного конкурса «Педагог года-2017» в номинации «Учитель года» Наталья Магда. Она – педагог по призванию. Химии и биологии увлеклась еще в школе. А вот то, что станет учителем, Наталья поняла, будучи студенткой Саратовского государственного университета. Достался очень хороший педагог, который сопровождал меня во время практики. И я поняла, что это мое, я обязательно должна стать учителем. Помимо того, что Наталья – талантливый педагог, она, конечно же, в первую очередь любящая мама и жена. Муж у Натальи военный, поэтому семье пришлось много переезжать. В течение шести лет жили на Дальнем Востоке, а в 2013 году переехали в Щелково. С тех пор наша героиня и работает в 14-м лицее. Вызвать интерес у школьников к одной из самых непростых наук учитель решила с помощью межпредметных связей. Познавая химию на уроках, ребята параллельно изучают и биологию, и географию. Удалось даже связать химию с литературой и историей. Ведь, как пример, открытие каждого элемента таблицы Менделеева считается историческим событием. Химия в школе является не самым любимым предметом. Вы знаете, Наталья Геннадьевна получается сделать так, чтобы этот предмет стал любимым. Всегда пропадает интерес к изучению химии, когда дети сталкиваются с трудностями. Естественно, я начала искать пути решения этой проблемы. И для меня кажется, что самое оптимальное – это связать химию с другими предметами, как учебными, так и с жизнью человека в целом. Хорошего учителя видно не только на уроке, а в большей степени на перемене. Вот урок закончился, звонок прозвенел, дети, по идее, должны вылететь в коридор на переменку. А если к Наталье Геннадьевне не зайдешь на уроки, на переменке, дети все вокруг нее, они задают вопросы, они делятся своими проблемами, то есть она всегда окружена детьми. Пословица «незаменимых людей» у нас нет, в данном случае не работает. Мне кажется, что этот человек относится к категории людей, которые выполняют главную функцию в организме. Организм школа – она сердце. Как она находит на все время? Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель химии, биологии. Наталья Геннадьевна проводит различные открытые уроки, в том числе районного уровня. Ученики успешно участвуют в различных конференциях, конкурсах. Кроме того, педагог ведет внеклассную деятельность, обращая внимание ребят на вопросы, связанные с экологией и жизнедеятельностью человека. Нужно сказать, что та поддержка семьи, мужа, двух дочерей, конечно, дружного коллектива, лицея и учеников помогают Наталье открывать все новые и новые грани в педагогической деятельности, воплотить в реальность идеи и задумки. Когда работаешь с детьми, то настолько заряжаешься от них энергией, отношением к жизни, отношением ко всему окружающему, что поэтому, берясь за любую работу, она мне дается очень легко, потому что я стараюсь с такими положительными эмоциями, именно как дети, относиться к любой своей работе. Наталья Геннадьевна, она замечательный учитель. Мне безумно нравится ходить на ее уроки, потому что уроки проходят в необычной форме. Вся информация усваивается легко, потому что процесс урока идет в виде диалога. Очень открыто, добродушно, готова прийти к тебе, помочь, если у нее какие-то трудные вопросы, готова тебя поддержать. Она очень доступно объясняет предмет, который мы изучаем, то бишь у нас тут все химики, биологи. Настоящие профессионалы своего дела. Они находят время и силы и на работу, и на семью, и на увлечение. Они отдают себя выбранной профессии, воспитывают в ребятах самого детства лучшие качества. Духовные и нравственные ценности, и, конечно, стремление и интерес к новым знаниям. Помогают им открыть для себя что-то новое. И так изо дня в день. В рубрике «Своими руками» говорим о прикладном творчестве. На этот раз мы отправляемся в Центр Романтик, где вместе с ребятами, педагогом Оксаной Стравновой и моей юной помощницей Зариной Мадаминовой, сделаем интересную вещь. Пусть за окном еще мороз и сугробы, но, если не у всех, то у многих уже совсем не зимнее настроение. Так и мы, ощутив вдохновение, решили сделать что-то по-настоящему весеннее. И так, лайфхак. Как из простых салфеток сделать цветы? Для создания цветов нам понадобятся обычные однотонные салфетки, нитки и ножницы. И так начнем. Возьмем три салфетки и выложим их друг на друга. Сворачиваем стороны веерообразными складками. Теперь необходимо связать их посередине нитками. Затем сформируем лепестки нашего цветка. И так заготовка готова. Теперь слой за слоем поднимаем лепестки вверх. Такие цветы могут служить элементами декора для различных подделок. Мы же решили сделать весеннюю композицию. И так, пока ребята увлечены созданием цветов, я вооружившись ножницами, принялась вырезать из картона сердечко. Вот и все цветы готовы. Остается только приклеить их к получившейся картонной форме с помощью клея ПВА. Вот так нам удалось создать красивую и по-настоящему весеннюю композицию из цветов. Стоит признаться, это было совершенно нетрудно. И главное, сделано своими руками. И по традиции в конце выпуска наша рубрика «Вопрос-ответ». Ребята, ответьте, пожалуйста, кто такая Заловка? Ну, думаю, сиреневая такая, с лапами, с когтями. Она снимает кино. Мне кажется, это клетка так называется. Заловка очень красивая. Заловка – это такая щечка, которая ловит рыбу. Она такая огромная, серебристая. Кто же такая Заловка? Как известно, в стародавние времена люди жили большими семьями. Всех родственников было принято как-то называть. Тесть, шурин, свекровь. Знакомые слова, не правда ли? Заловка же – это сестра мужа. Какое животное не умеет прыгать и почему? Это суповая черепаха, потому что у нее очень короткие конечности, и они выполнены в форме ласт. И ей и так тяжело передвигаться. Как бы она не ходит, как все черепахи, а она именно вот прям вот ползает ползком. И прыгать ей просто не удается. Не прыгают ленивцы, потому что им принципиально прыгать и резко двигаться не надо. Они живут на деревьях, и да, у них тоже на дереве, поэтому только рукой достать и все. Бункер – скальный пингвин, его так называют. У него нет способности прыгать. Он проживает в южных окраинах Аргентины. Мне кажется, это крот, потому что у него лапы устроены так, лопатообразно, чтобы он мог копать, а задние слишком слабые. Моя собака не умеет прыгать. Говорят, что слон – это единственное животное, которое не может прыгать. Он должен держать одну лапу на земле для балансирования и подниматься вверх. Ну, фактически прыжки не совершаются, но неполноценные и необычные. Слоны обладают множеством примечательных качеств, но, как ни удивительно, вообще не умеют прыгать. По крайней мере, зафиксировать слона в прыжке еще никому не удалось. Причем эти животные способны развить скорость выше 24 км в час. Но трудно однозначно сказать, почему слоны не прыгают, еще и от того, что ученые не могут доказать обратное. Сегодня мы говорили о новостях образования, интересных людях, творчестве, а также дали ответы на различные вопросы. И на этом наш выпуск подходит к концу. С вами была Анна Балиет и программа «Открытый урок». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова